За саммитом следит наш коллега Олег Борисов, он расскажет сейчас подробности. Олег, приветствуем тебя, очень рады видеть. Лейла Сакина, я тоже очень рад вас видеть, приветствую. Олег, хотим слышать подробности, мы хотим слышать заявления, которые уже прозвучали. Главные события сегодняшнего дня на Крымской платформе хотели бы услышать все важное от тебя. Ну что ж, начну с того, что прошла уже одно из самых основных также мероприятий. Прошла пресс-конференция четырех представителей разных стран, в свою очередь представители Литвы, Латвии. Также во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским также шла речь и от премьер-министра Хорватии. Но давайте сейчас обо всем по порядку. Начнем с того, что пресс-конференция началась с упоминания, с чего началась оккупация всех украинских территорий по состоянию на сегодняшний день. Это Донецкая, Луганская, часть Запорожской, часть Херсонской области, временно оккупированный Крым. Что оккупация началась именно с полуострова Крым. И, как сказал президент Зеленский, деоккупация Крымом и закончится. Президент Зеленский акцентировал внимание на том, что Путин думал, что очень легко можно забрать по своему желанию территории и очень легко можно будет продолжать дальше эту войну. Но благодаря сопротивлению украинского народа, силам обороны Украины, этого Путину не достичь. Давайте услышим прямую речь президента Зеленского. Самой с этой оккупацией началась российская агрессия против Украины. Именно с этой оккупации началась российская агрессия против Украины и всего образа жизни, объединяющего наши народы и государства. Европа для России стала мишенью именно тогда, еще в 2014 году, когда Путину показалось, что он может позволить себе украсть наш Крым. Мы сейчас, в том числе, благодаря Крымской платформе, благодаря всем нашим дипломатическим усилиям, благодаря сопротивлению нашего народа, наших воинов, абсолютно четко принуждаем Россию к реальности, а именно к международному праву. Президент Литвы Гитана Сноуседа также присутствовал сегодня на данной пресс-конференции. И шла речь, конечно же, во-первых, о поддержке Украины, о поддержке Украины в вопросе борьбы за не только временно оккупированный Крым, но и за другие территории, которые сейчас уже оккупировал и желает еще больше оккупировать противник. Противник – это Российская Федерация. Гитана Сноуседа в очередной раз проявил и высказал важность поддержки Украины и акцентировал на том, что Путин продолжает свою агрессивную политику, и эта агрессивная политика только наращивается и увеличивается. Поэтому действовать нужно сообща и делать все возможное еще больше, чем возможно, для того, чтобы максимально дать отпор российскому агрессору. Услышим. Эта война становится все более грубой и опасной. Выбрав такой преступный путь в 2014 году, Россия покинула свое место в международном сообществе, и с каждым годом она все глубже падает в ту дыру, которую создала собственными руками. Сегодня мы здесь, чтобы помочь Украине. Литва никогда не признает оккупацию и незаконную аннексию Крыма и других территорий Украины. Мы будем всегда требовать, чтобы Россия начала уважать международное право. Прекратила преследовать население оккупированных территорий, в том числе крымских татар, а также отвела свои войска к международно признанным границам. Мы также поддерживаем создание специального международного трибунала для преследования ответственных за такие преступления. И в конце концов мы требуем, чтобы Россия и ее сообщники несли ответственность за документированные нарушения прав человека и военные преступления. Также сегодня на пресс-конференции выступал Андрей Пленкович, это премьер-министр Хорватии, в очередной раз подтвердил свою приверженность и своего народа приверженность украинскому народу, подтвердил, что помощь была, есть и будет от Хорватии и призвал, конечно же, и других международных партнеров действовать сообща, для того, чтобы сопротивляться российскому агрессию. Ну и, конечно же, не с пустыми руками приехали лидеры, также переговоры довольно-таки удачные проходят, и касательно того, чтобы было еще больше оружия, еще больше систем для защиты украинского неба. Давайте господина Пленковича услышим. Мы предоставили много пакетов военной помощи Украине и будем продолжать усиливать оборонную способность Украины, потому что только сильные могут защитить себя и освободить оккупированной территории. В то же время, как остальное международное сообщество, особенно на Западе, мы хотим поддержать мирные инициативы, которые обеспечат мир, но не любой, а справедливый, с уважением к территориальной целостности. Мы являемся членом НАТО и ЕС, и мы знаем, когда наступает момент, когда нужно помочь друзьям. Ну и также прямо сейчас в эти минуты продолжается саммит Крымской платформы, а именно, вот сейчас можете видеть, панель, посвященная правам человека, нарушением прав человека во временно оккупированном Крыму. И вот из последних месседжей, буквально за минуту до этого прямого эфира, Эльвин Кадыров, это представитель офиса Омбудсмана, озвучил шокирующие цифры. 219 незаконно осужденных граждан Украины в Крыму по состоянию на сегодня, и 133 из них это представители крымско-татарского народа. И Российская Федерация делает все для того, чтобы затягивать процессы обмена, либо освобождение украинских граждан, освобождение крымских татар, таким образом делая из живых людей разменную монету. Такая вот политика диктатора Путина по состоянию на сегодняшний день, и свидетели этому международные партнеры Украины. Саммит продолжается. Еще больше информации будет в 9 вечера по Киеву в выпуске новостей наше время. Но я продолжаю здесь работать и собирать всю информацию, которую наши зрители могут видеть на всех платформах телеканала Freedom. Сакен, Лейла, вам слово в студию. Что ж, спасибо тебе, Олег, как всегда, исчерпывающе очень интересно, и спасибо за твою работу. С нами на связи был наш коллега Олег Борисов, работает в эти минуты на саммите «Крымская платформа» в Киеве.